В российской газете Владимир Путин опубликовал очередную статью «Быть сильными – гарантии национальной безопасности России». Премьер-министр доказывает, что реформа необходима. Служба в армии должна стать не повинностью, а привилегией. Репортаж Ольги Евшиной. «России нужно быть сильной» — эту мысль Путин выносит в заголовок. Ее же проводят через всю статью в российской газете. В течение 10 лет на вооружение должно поступить большое количество принципиально новой техники. Модернизация армии не должна лечь неподъемным грузом на бюджет, подчеркивает глава правительства. Напротив, предприятия ОПК могут стать мотором для экономики. Обновление ОПК станет локомотивом, который потянет за собой развитие самых разных отраслей. Металлургии, машиностроения, химической, радиоэлектронной промышленности. Всего спектра информационных технологий и телекоммуникаций. Даст предприятиям этих отраслей и ресурсы для обновления технологической базы и новые технологические решения. Обеспечит устойчивость множества научных и конструкторских коллективов. А значит их присутствие на рынке разработок для гражданского сектора. У меня вызвало глубочайшее уважение именно профессионализму, той компетенции, которая в этой статье четко видится. Наряду с анализом, да, действительно с тем, с признанием тех ошибок, которые были совершены на этот момент, дана четкая программа. В ближайшее десятилетие будет выполнено вот это, в следующее десятилетие будет вот это. И самое главное, виден конечный результат. Отдельная глава – решение социальных проблем. В соцпакет военнослужащих предлагается включить услуги здравоохранения, страховку, достойную пенсию и возможность трудоустроиться после увольнения. Первый января повышены оклады для военнослужащих. Это, я скажу, очень большое дело, потому что многие офицеры уже жили ниже какого-то прожиточного минимума. Повышение окладов, повышение пенсий, решение жилищной проблемы – это вот основные вопросы, которые волновали офицеров. Большое спасибо. Это чувствуется именно реальная забота. Особое внимание и вопрос о построении профессиональной армии. Окончательно призыв Путин предлагает пока не отменять. Но нужно, чтобы служба в армии из повинности превратилась в привилегию, отмечает он и предлагает ряд мер. В том числе речь должна идти о дополнительных правах при поступлении в лучшие университеты для тех, кто отслужил, о предоставлении им возможности за счет государства получить дополнительную подготовку для сдачи профессиональных экзаменов, для отслуживших выпускников вузов, о бюджетных грантах на обучение в лучших отечественных и зарубежных бизнес-школах, а также о преференциях при приеме на государственную гражданскую службу. Армия должна вернуть себе традиционную роль важнейшего социального лифта. Реформа вооруженных сил – сложный и затратный процесс. Вокруг него было и есть немало споров. Но то, что перемены необходимы, признают все. Ведь слабая армия с устаревшей техникой ставит под угрозу жизни тысяч людей, как военных, так и гражданских. Ольга Евшина, Ратмахомедзянов, Вести, Татарстан.